Бетонная плотина преграждает течение Днепра с тем, чтобы поднять уровень воды в реке и затопить днепровские пороги. Основание, на которое опирается плотина, гранитная порода. В том месте, где прошла плотина, в Днепре находились два маленьких островка. Один из них – Фидоришин, и сейчас виднеется из-под бетонного массива. Общая длина плотины – 760,5 метров. Наибольшая ширина у основания – 40. Высота над основанием – 62 метра. Тело плотины от одного берега до другого пронизывают две смотровые галереи – паттерны. Верхняя из них имеет большие размеры. Паттерны предназначены для сбора и отвода дренажной воды и для наблюдения за состоянием плотины. Представьте себе. Над вами оживленное движение. На большой скорости проносятся машины. Снаружи – все как обычно. Но вы – внутри, в теле плотины. Я первый раз в паттерне. Борис Андреевич Рудык – начальник гидроцеха, мой проводник. Ему бродить по этим коридорам не впервой. Мы сейчас находимся в верхней паттерне водосиной плотины. Водосная плотина имеет две паттерны. Нижняя, на 15 метров ниже нашего пола, верхняя паттерна. И верхняя паттерна. Паттерны водосиной плотины и вообще гидросоружения, они служат для обслуживания и осмотра гидротерни сооружения. То есть изнутри надо будет посмотреть, можно рассмотреть на состояние водосиной плотины. А также для прохода коммуникации, вот мы смотрим на эти коммуникации, то есть силовые линии идут, для питания слеза, физометры для определения давления, контроля давления торциона потока на основании водосемной плотины. Все это в комплексе составляет, на депрессе, где-то порядка 1250 измерительных точек измерения. И еще переносные измерительные приборы. Где-то месяц, полгода, получается около 20 тысяч наблюдений за состоянием водосемной плотины, которые потом обрабатываются в компьютере, строятся графики, делаются выводы надежности и сооружения. И его отдельных элементов. Во время войны, так как была обзорвана там верхняя приезжая часть, транспортной артерии между правым и левым берегом служила вот эта верхняя паттерна. Стрелили два поста, один налево в сторону правого берега, связи у них были телефонные, и в одностороннее движение было. В одну сторону пропускалось транспорт, в том определенный момент закрывалось с той стороны, и в противоположную сторону шел транспорт. Плотина имеет 49 бычков и 47 сливных пролетов между ними, для пропуска воды во время сильных паводков. Для того, чтобы увеличить число этих проемов, плотина построена в виде дуги. Водосливные проемы закрываются так называемыми щитами станея, весом каждый по 80 тонн. Чтобы поднимать и опускать эти щиты, на служебном мосту плотины установлены два специальных подъемных крана. Ниже служебного моста расположен мост, предназначенный для обыкновенной дороги. Соединяя плотину с правым берегом, он проходит над аванкамерой. Аванкамера служит для подхода воды к гидростанции. Аванкамеру и гидростанцию разделяет щитовое отделение. Это плотина с устроенными в ней напорными трубами, по которым вода подается в турбины. За щитовым отделением – машинный зал гидростанции. Здесь находятся 9 больших турбин, мощностью каждая по 90 тысяч лошадиных сил, и одна малая – для местных нужд гидростанции. Вода вращает турбины, механическая энергия преобразуется в электрическую. Док по проводам подается на распределительную подстанцию, а оттуда по высоковольтным линиям электропередач – к потребителям. Разница между уровнями воды, выше и ниже плотины, составляет 37,5 метров. Суда преодолевают этот порог через шлюз, устроенный у плотины на левом берегу Днепра. Шлюз имеет три камеры, каждая длиной по 120 метров и шириной по 18. Камеры шлюза закрываются металлическими затворами. Время шлюзования одного судна – полтора часа. После того, как плотина перекрыла реку, образовалось водохранилище. Его объем – 3 миллиарда кубических метров воды. Проектом было предусмотрено затопление 16 500 гектаров земли. На затапливаемых землях находились 22 селения или 4000 дворов. 15 февраля на собрании земельного общества Кичкаса один из выступающих селян говорил.